ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три минуты пятнадцать секунд играть командам. В четвертой четверти на линии штрафных Олег Акрамов. У меня лучше всех, да, получилось? Скидка в угол. Капитан команды Олег Акрамов. Трехочковое попадание от капитана команды. Дальше Олег Акрамов. Кэп, кэп в теле. Первый четверти открыл. Свой счет с вами броснул с дальней дистанции. И третий продолжает. В баскетбол я пришел случайно. Это благодаря дедушке, потому что, как и любой парнишка в мое время, когда я начинал подходить, это был 2009 год. После успешного выступления нашей сборной России по футболу, я думаю, каждый парень хотел попробовать себя именно в этой сфере. И понятно, что мое первое желание было пойти именно в футбол. Самый массовый вид спорта не только в России, но и в мире. Но, как мне сказал мой дедушка, в России футбола нет и никогда не будет. Поэтому мое второе желание было уже волейбол. Но так как город, из которого я родом, это из Ногинска, нет условий для тренировки. А в нашем городе женская баскетбольная команда «Спартак», которая имеет хороший зал, хорошие условия. Поэтому решили пойти в баскетбол, потому что есть предрасположенность по росту. Потому что отец высокий, думали, что это пригодится. Я некоторое время жил на юге, под Краснодаром, и пробовал себя в Академии Краснодарского футбола. Это было только на период лета, а такими вещами нельзя заниматься временно. То есть либо постоянно, либо лучше не пробовать. Поздарем? Нет, пытался в поле, но все равно лучше все получалось на воротах. Если еще так говорить, чем бы занимался, кроме баскетбола, то было такое желание, как некоторое продолжение деятельности – это пойти в пилоты, летчики, гражданской авиации. Но все-таки баскетбол взял свое, и в итоге решили именно пойти по пути спорта. 7-7. Спустя 3,5 минуты Акрамов со средней дистанцией. Один мой знакомый тренер сказал, что сегодня ты чемпион, а завтра ты уже никто. Поэтому я считаю, что после побед надо не отдыхать, а начинать работать с еще удвоенной силой, потому что в любом случае залезть, как говорится, на лимб легко, а вот держаться на нем вдвойне сложнее. После поражений нужно самое главное дождаться момента, когда ты будешь анализировать с холодной головой и уже расчетливо сделать выводы, которые не будут контрастировать с тем, что ты говорил прямо после игры. Я думаю, что самое лучшее успокоение – это общение с людьми, которые тебе близки, которым ты доверяешь, которые могут тебе высказать свою точку зрения, и ты сможешь за счет нее задуматься и сделать выводы, которые будут применимы к тебе. Поэтому я считаю, что после каких-то особенно тяжелых игр, болезненных поражений, нужны такие люди, которые смогут найти для тебя важные и нужные слова в этом моменте. Ну, я думаю, в первую очередь, это, конечно, физические кондиции, потому что именно, я думаю, именно это в большинстве определяет тебя как игрока какого-то уровня, потому что ты не можешь играть там с физически сильными игроками без контакта, без давления на высоком уровне. Ну и все равно, я думаю, что рыба гниет с головы, поэтому очень важно это иметь не только физическое превосходство, но и ментальное над противником, над соперником. Поэтому вот эти два качества, которые, думаю, нужно развивать в первую очередь. Играть в нападение. Именно поэтому столько матчей товарищеских они и провели. Браво! Капитан команды берет на себя инициативу, но кто, как не он, должен в самом начале первые очки в этом сезоне для ЦСКА набрать. Конечно, как и любой подросток, тем более в 21 веке я использую соцсети, но стараюсь как можно меньше ими пользоваться, потому что все равно приходится фильтровать тот поток информации, который там есть, и не засорять голову лишней информацией, которая не нужна в данный момент конкретный. Поэтому стараюсь ограничиваться и больше там переключаться на книги, на какую-то научную литературу. Интересуюсь историей, также все технологии, машины, и стараюсь быть во всем развить, потому что, чтобы быть интересным собеседником. Мне всегда говорили, что нужно ценить каждый момент и не тратить время впустую. Соответственно, не хочется просто прозябывать в интернете и стараюсь как-то саморазвиваться, даже если время ограниченное. Кино смотрю нечасто, но вот сейчас летом поставила себе цель, посоветовали посмотреть Рокки. С моей точки зрения, было немного полезно для какого-то осознания небольшого. И как для спортсмена, я считаю, это действительно полезный фильм и мотивация, и показывает, как можно за счет постоянства чего-то добиваться. Сокращает разрыв. Два из двух в исполнении капитана. Я знаю, что Роналду слева заходит, слева выходит, но я не Роналду, и если буду когда-нибудь, то, наверное, придумаю что-нибудь, а пока нету. Воспользовался, я по-моему, легко прошел. Сейчас мисс матч, Ахрамов включил. Не любого сдали, не дистанция, трешка. В прошлом матче также Ахрамов начал лицевой счет для своей команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова